Я могу добавить, что даже тем, кто руководит центральным рынком, тоже не нравится. Потому что каждый директор, который был назначен, он приходил с концепцией и схемой, как он видит развитие этого рынка. Где эта концепция пропадала? Как он видит развитие периметра, чтобы не было там нелегальной торговли, чтобы там были парковочные места, чтобы там люди ходили как на... Потому что что значил рынок в старину? Место, где люди просто ходили посплетничать, пообщаться, показать себя, на других посмотреть, купить что-то качественное. Продать. Продать, да. Но главное, чтобы там люди встречались и они улыбались. А у нас что происходит сейчас? Парковаться негде, только нервы, там тачки, там... Но там очень большой поток денег, нелегальных денег. Там очень большой поток нелегальных денег. И там не стоит за этим, я вас уверяю, не маленькие люди. То есть это не на уровне муниципального совета? Это далеко выходит за пределы... И что бы ни делала премария, это будет сталкиваться... Вы знаете, в Москве вот как... Они, наверное, тоже хотели как-то решить эту проблему. Решили, бульдозерами снесли. Он, наверное, тоже пытался как-то вот демократическими методами поменять администрацию, сделать транспорет на все, авторизации этих. Увидел, что просто невозможно и зашел бульдозерами на этот рынок. Вот, наверное, то же самое, кто будет дальше, должен сделать то же самое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова